привет дорогие друзья сегодня мы с вами отправимся в доллар а мы я давно думала сделать обзор продуктов и с долларами и вот сегодня у нас именно этот момент и так ассортимент достаточно большой особенно приправ соусов полуфабрикатов каких-то баночных все это мы можем с вами наблюдать спорить о качестве можно долго потому что в принципе здесь есть и неплохие бренды представлены та же фирма крафт например которая продается и в обычном магазине и в общем много разных других давайте просто посмотрим более подробно и почему и что здесь например беру я вот вы видите макенчиз это очень популярны макароны две штуки на доллар 25 считали я хорошо что я хорошая цена да какой конкретно на вкус именно этот сыр который там внутри я не знаю но это было сделано именно для доллара мы я вам здесь буду показывать именно немножко ингредиенты и сделано ли это для доллара мы потому что если это сделано для доллара мы как правило это сделано либо в китае либо в америке очень много американских продуктов и и это важно вы можете видеть соус например эти соусы я пару раз брала они очень неплохие соусы для макаронов детям нравилось вот этот кук кук хэм колбаска открываете нарезаете во-первых можно в поход в дорогу и даже на стол а вот это мой фаворит салат куриный с крекерами готовый употреблению с ложечкой я беру с собой на работу маленький сытный удобный не портится и действительно ну неплохие ингредиенты вы знаете вот доллар пятьдесят я думала если брать отдельно в магазине покупать крекеры там только лишь упаковка стуны стоит доллар пятьдесят обычно а я вот как бы по второму кругу пошла по тому же ряду просто еще раз показать вот здесь кстати есть у них готовое уже мясо для бутербродов фэт фри не знаю насколько вкусно выглядит конечно как всегда на картинке красиво давайте посмотрим на ингредиенты ну прям страшного устрашающего чего-то очень сильно нет но если все вместе собрать и потихонечку то конечно страшновато там естественно и пищевая резина и все вот эти вот сиропы кукурузы и сахар естественно но мясо там тоже конечно есть но его нам настолько мало в основном все в томатной пасте плавает но как вариант опять-таки вариант каких-то вот быстрых приготовлений если вы там прям супер работаете там не знаете эти одни дома и что-то такое надо придумать быстро вот тоже подлива пожалуйста с мясными шариками готовая написано как нужно делать разогревать я еще конечно больше ингредиенты меня интересует вот сколько там чего сахаров жиров всего остального сахар 2 процента но окей это мясо там должен быть белок в основном ингредиенты давайте посмотрим вода на первом месте уже хорошо но вот получается chicken beef это основа мяса потом можете нажать на паузу посмотреть почитать более подробно опять таки может быть once in a while как говорится можно будет такое что-то купить но не знаю это у нас кто сардины сардины в томатном соусе видите два доллара это прям сделано для доллара мы значит сделано в китае и это значит что возможно низкий уровень качества и мы не хотим это брать а вот это кстати сделано в америке то что вот я беру и вы сейчас увидите я беру себя примерно шесть пачек на две недели мне хватает что работаю вне дома три раза в неделю и вот получается съедаю на работе это единственная моя еда за 10 часов вот вот кстати хочу вам показать вот это неплохие неплохая долгма то есть фаршированные листья виноградные я как-то брала тоже когда еще училась на парикмахерской отдела вот это же вот chicken salad просто мяско тоже можно взять и вот с тем же майонезиком смешать или добавить в бутерброды ну в общем очень много вариантов каких-то которые да интересные и да можно иногда попробовать взять то есть консервный вариант неплохой неплохой можно брать в общем то бренды как правило те же что и в обычном магазине вот здесь есть какой-то mild chili то есть да опять-таки я смотрю состав немножечко всегда интересно постричу да напихали а вот ну как бы прежде всего конечно пугает обычно когда список ингредиентов очень длинный вот но то есть пыталась посмотреть тоже какой биф and pork в этом составе мясо биф и порк ну и помимо всего остального опять-таки как вариант может быть там я не знаю но это больше американский вариант а вот кстати есть еще meat balls более большая упаковка чем то что мы видели до этого стоит 3 доллара вот я демонстрирую и опять-таки смотрим состав смотрим ястрю и производителя в принципе meat balls кстати мне понравились там у них достаточно неплохой состав и ну как сказать он не то чтобы совсем глютамат там присутствует понятно и и все остальное и cornstretch modified и floor но опять-таки мы же говорим как вариант как вариант вот я не знаю сколько там штук этих шариков внутри может там всего штук шесть но не важно всегда конечно понятно купить сделать самому вот это кстати сосисочки сделано в америке свиные вот и вы знаете я их взяла я и правда еще не попробовала вот они у меня лежат в сумке это тоже себе на работу я хочу попробовать что это там как говорится носовали видите product of usa вот они продаются в обычном магазине тоже обычно я имею ввиду нофрил просто сосиски даже не знаю как они выглядят я вот когда поем я вам продемонстрирую но еще не открывала еще не пришлось вот так что это вот такая продуктовая макарзина что я набираю заодно вам показываю конечно очень много разного баночного там макароны в соусе готовые уже продаются там и равиоли и вот паста конечно есть и есть просто соусы и томатный со суп консервированный и рис можно взять и вот эти вот супчики быстрого приготовления макарошки 4 на доллар то есть в принципе можно какие-то такие вещи набрать да чтобы они были как говорится в сухом запасе вот кстати вермишелька здесь также вот будет сейчас я возьму ее я всегда ее здесь беру она по-моему по доллар двадцать пять райс ноделс рисовые ноделсы до по доллар пятьдесят я всегда беру и делаю из этого из этих вермишели к фунчозу я вам покажу это блюдо по-моему я вам его ни разу не показывала вот это тоже супчики такие уже типа как с чем-то непонятно с чем но в общем одним словом как вариант например для очень рабочего человека который не любит готовить или скажем для холостяка очень даже неплохие варианты на этом конечно здоровье свое угробишь но как вариант знаете бывает никогда нету не сил готовить ничего просто хочется что-то открыть и съесть но вот это вариант хотя для этих вариантов я всегда говорю лучше какие-то заготовки в морозилке иметь опять-таки многие люди покупают здесь разные крекеры и штуки для школы детям но как бы да вот есть также смеськи продаются обычные смеси для выпечки здесь вот по доллар пятьдесят они есть а есть сразу для них и крем которым можно мазать и все такое обычно я не сильно этим балуюсь но в этот день я как раз купила свою формочку если вы видели в моем фейсбук страничке я выставила формочку для капкейков так я смотрела купить какую-то смеську уже думаю ладно я уже в долларами возьму уже эту смеську для детей и уже испечем вместе с ними эти кап капки ну не капкейки а маффины вот ну и конечно есть тоже сладкий отдел здесь у них и пюрешки есть эти яблочные и вот этот райс пудинг мне привлек мое внимание он немецкого производства в общем то состав не такой страшный видео первых короткий а вот значит молочко водичка рисок рисок сахарок вот я сразу смотрю всегда сколько сахара обычно мне интересно вот но такой пудинг если кто-то из вас любит как на завтрак вариант очень даже неплохой вот показывает то есть сори бельгию бельгию производства бельгии вот бельгийский такой рисовый пудинг неплохой вот так что не made in china тоже такой вот вариант неплохой десерта вот даже для гостей знаю многие подают красиво переложили присыпали опять-таки корицей и можно подавать хлебушек булочки здесь есть часто пожалуйста естественно сладкий отдел тут и куда же без ореховой пасты тут же и мед можно и варенье какое-то взять и все вот эти сладости к чаю к завтраку естественно можно взять как всегда какие-нибудь хлопья и так дальше то есть если у вас поблизости есть долларам она нету продуктового магазина и вам надо вот выбежать вот такие штучки дрючки можно купить и очень прикольно в школу даже детям на перекус там я не знаю даже к гостям что-то можно купить а вот этих штучки доллары 2 доллара туни это шоколадка за доллар 50 она такая внушительного размера больше моей ладони вот я их люблю если вот куда-то ехать передавать подарок например за границу это классные классные штуки это молочный шоколад он не высшего качества естественно соевый вы понимаете но просто сама упаковка он выглядит как настоящих 2 доллара канадские железные просто вот виде шоколада очень оригинально у них есть также вот черный шоколад это какой-то новый появился вот от 74 процента но в нем достаточно много сахара и состав ну как бы в общем то не совсем страшный ну как бы судя по количеству сахара мне не подходит но вот у них есть вот этот опять-таки бельгийский неплохой черный шоколад я его брала уже не единожды в общем то очень неплохой состав и сахара в нем очень мало то есть сахара там реально 3 грамма на 4 кусочка это очень круто я его всегда беру по несколько штук его кстати очень быстро разбирают всегда так что вот я его всегда приобретаю и кушаю с кофе очкам в при кусочку так ну конечно не сразу весь стараюсь один-два кусочка в день чтобы не больше съедать вот так что вот например такой мой тип вот я выбрала смесь наконец-то кости от меня увозят коляску с ним вместе пошли в магазин вот так что да этот бельгийский шоколад хорошо идет а вот это вот 2 на доллар очень прикольные хрустики иногда похрустеть возле телека я беру им уже когда если в долларами я бы они часто 2 на доллар ну в общем мы с вами улетели на 33 доллара и это была наша сегодняшняя покупка надеюсь вам было интересно подписывайтесь на канал оставайтесь пишите комментарии и до следующих встреч пока пока